Юные пожарные из Мурома стали призерами межрегиональных соревнований по пожарно-прикладному спорту среди школьников. Участие в эстафете приняли 90 будущих спасателей нашей области, а также команда из Ярославля. Подробности в сюжете. Первый этап соревнований – преодоление 100-метровой полосы препятствий. Чем лучше время, тем больше победных баллов. Традиционно мальчишки демонстрируют навыки преодоления высотных препятствий, а также умение быстро разворачивать и цеплять карабину на поясе пожарные ядранты. Наряду с парнями в соревнованиях участвуют и девочки. Девочек немножко изменены, у них упрощенная программа, они не бегут в третий этаж. Учебно-тренировочные башни, у них подвешенные лестницы, снаряды такие же, но на преодолении 100-метровой полосы препятствий у них нет забора, у них есть легкоатлетический барьер. Следующий этап – подъем по штурмовой лестнице на третий этаж. Как говорят организаторы, пожарно-прикладной спорт – один из немногих направлений, в котором бегать нужно не только по горизонтали, но и по вертикали. Соревнуются шесть отрядов федеральной противопожарной службы, плюс команда из Ярославля, которая приехала показать свое мастерство. Там ребята занимаются буквально во дворе пожарной части. Клим Наговицын в этом спорте уже два года. У меня брат начал ходить, я за ним пошел. У меня получилось в МЧС поступить, и я решил тоже. По итогам будет собрана команда лучших спортсменов, которые отправятся на этап Центрального федерального округа в Курск 27 июня. Трудно переоценить значимость этих соревнований, потому что они, во-первых, общую физическую подготовку дают, ну и профессиональные навыки пожарных. Поэтому они в большинстве своем направляют свои, так сказать, стопы в пожарно-технические училища, институты и далее по профессии пожарного. Первое общекомандное место заняла команда из Коврова, второе – у Владимирских юных пожарных, на третьем месте команда из Мурома. Продолжение следует...